Наш город расположен на реке Бице, в трех километрах от МКАД. Здесь в свое время, в 10-м, в 11-м веке, жили угры финские племена и вятичи. Это и география, и история, и краеведение. Нынешний урок под открытым небом посвящен одному из основателей города Видное, Петру Гаевскому, и проводится на улице, названной во его честь, рядом с домом, где он жил. Как правило, на открытом воздухе проводят уроки физкультуры. Но тема этого занятия – жизнь и судьба одного из первостроителей Видного. Имя Павла Федоровича Гаевского хорошо известно многим маленьким видновчанам, в том числе и благодаря подобным урокам. Проект «История в названиях улиц», воплощаемый сотрудниками историко-культурного центра, посвящен 55-летию города Видное. Лекции составлены так, чтобы максимально заинтересовать мальчишек и девчонок. Понятно, все доступно. Нет, детям это очень нравится. Они любят город, они хотят знать о нем. Это важно. Но они сами говорят, что нужно будет дальше им рассказывать. А рассказывать действительно есть о чем. Автор этого в буквальном смысле открытого урока, Александра Михайловна Спиренкова, уверена, подобные занятия носят не только обучающий, но и воспитательный характер. Хотелось рассказать о таком замечательном человеке, Павел Федорович Гаевском, который вложил неоценимый вклад в развитие нашего города. И рассказать, чтобы они знали, что вот такие у нас замечательные люди есть, чтобы могли брать пример с них. Следующий урок под открытым небом для учеников одной из видновских школ будет проведен на улице Лемешко. И будет посвящен, соответственно, жизни почетного гражданина Ленинского городского округа Тимофея Игнатьевича Лемешко. Спасибо! Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.